Приветствую вас. Я думаю, что ваша ошибка заключается в двух аспектах. Первый аспект это то, что вы пытаетесь получить ее одобрение, а второе это то, что вы не совсем разграничиваете ответственность, то есть не отделяете себя от нее. И вы ей помогаете, из-за чего она считает, что вы плохая, что в общем нормально. Ну правда, ведь тем, что вы ей помогаете, по ее мнению, вы лишь подтверждаете тот факт, что вы в чем-то вина. Я понимаю, что это абсурдное звучит. Вот. Но, скорее всего, это именно так. Скорее всего. Это вот такая крайне неприятная, да, но все-таки ситуация. И здесь наиболее простым вариантом для вас будет, собственно говоря, перестать ей помогать, перестать делать для нее какие-то вещи. Вот. перестать участвовать в каких-то вот вещах, посвященных ей, например. Мне видится, пока. Но вместе с тем, на мой взгляд, вместе с тем, наверное, было бы правильно задаться запросам о том, почему я хотел одобренно. Вот. Ну, вообще, почему я хотел одобренно. Для чего я хотел одобренно, что это для меня значит? Например. Может быть, вы нуждаетесь в этом. Может быть, у вас есть какая-то, ну, потребность в том, чтобы добиваться одобрения. Вот. Например. То есть, ну, главное, натуральное, а необходимо одобрение. Натуральное. То есть, в этом плохого, как бы, ничего нет. Вот. Другое дело, что реализовать, реализовывать это нужно несколько по-другому. не так, как вы это делаете. Вот. Сейчас. И личные границы, личная ответственность, плюс, больше уверенности в себе, понимаете? А, вас повысили. То есть, если, ну, если бы реально, вас бы сомневались, то я не думаю, что кто-то вас повысил бы. А так, раз вас повысили, значит, в этом смысле у вас всё более чем хорошо, но вы по какой-то причине, вот, боитесь, скажем так, работу потерять. Вот. И мне думается, что вот нужно ответить вам себе на вопрос, чего я боюсь. Вот. Вот. Реально, чего я боюсь. Чего и почему, и почему я боюсь. Вот. Так это вот прям, важная история. Потому что, и стремление к одобрению, в том числе и её, ну, к одобрению этого, этой, значит, сотрудницы. И стремление к одобрению начальства. И страх, значит, ну, перед тем, что вас уволят. Это всё родом, скорее всего, из одного источника и, скорее всего, родом из детства. Вот. По крайней мере, я вот так это вижу. То есть, вы видите, смешиваете одно с другим, да? То есть, вы смешиваете ответственность за, например, работу и ответственность в личных условиях. В каких-то историях. Вот. А вещи это всё-таки достаточно важные. Вот. И вот задача ваша заключается в том, чтобы отделить одно от другого, вот, то есть, чтобы, ну, чтобы не смешивать, значит, одно с другим, вот, и, соответственно, значит, условно говоря, не тратить свои ресурсы, да? Твои силы на переживания вот такого типа. Вот. Потому что, ну, совершенно очевидно, да, что вам это, в общем, мешает. Вот. 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 Совершенно очевидно, что вам это только лишь идёт, вот, ну, во вред. Понимаете? О чём я говорю, надеюсь. То есть, это вот, значит, такой момент. Ну, одобрение, это уверенность в себе, конечно же. по какой-то причине сами не уверены, да, что здесь вот нужно конечный этот момент исследовать. Безусловно. Вот. Вопрос, конечно, конечно, заключается в том, хотите ли вы это делать, то есть, ну, заинтересованы ли вы в том, чтобы работать над собой. Потому как, скорее всего, сама по себе такая проблема не уйдёт. Вот. А вот, в принципе, то, что я могу вам ответить на ваш вопрос. Да, то есть, её действительно никак не переубедить, её действительно никак не переделать. Вашу сотрудницу. Вот. Потому что она, человек, состоявшийся. Вот. Она, человек, что важнее, не реализовавшийся. Вот. Это вот. Тоже очень важный момент, что откуда все переживания идут. Из-за того, что она не реализовалась, не могла, не смогла реализоваться. Вот. Вот. И, чем больше вы будете этих ненасыщить, тем больше она будет на вас, собственно говоря, злиться. Вот. Ну, потому что человек с такой, ну, тут никуда от этого не деться, к сожалению. Поэтому сосредоточиться вам нужно на себе. Вот. И, значит, выполнять просто свои обязанности. Ну, максимально профессионально. А здесь, что относится к вашим собственным переживаниям, лучше предоставить всё-таки психолог. Потому что здесь, в общем-то, ну, здесь может быть страх, допустим, потерять работу, вот. Что он не может взяться из ниоткуда. Вот. Но, с этим, с этим нужно работать. Опять же. Если вы хотите. Я хочу, я хочу, чтобы вы вот поняли для себя, да, что есть то, что относится. К вам непосредственно, если есть то, что относится непосредственно к вашей, значит, эм, ну, коллеге. Вот. Вот. И вот эти вещи, их ни в коем случае нельзя путать. Там это, спутать и всё. Всё. Будет, будет вам потом очень, очень тяжело. Вот. Так что, такая вот история. Надеюсь, что для вас это было полезно. Эм, если у вас остались вопросы дополнительные, вы можете задать мне их в личку. Эм, я буду рад вам помочь ответить. Эм, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. В общем, я вам желаю, эм, всего самого доброго и удачи. Спасибо. 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 Спасибо.